ПРЯНИЧКА Всем привет! Что-то захотелось пряничков под вечер на пеку и завтра буду пить с чаем весь день. Хотите, посмотрите, как буду делать пряники. Обычные, домашние. Беру 2 яйца, щепоточку соли, 250 граммов сахара, большой стакан полный с горочкой. Но я все взвесила на весах, чтобы быть предельно точным. Все перемешиваю до однородности. Я взбиваю венчиком. Яйца с солью с сахаром взбила до такой вот массы белой. А теперь добавляю сметану. 300 граммов сметаны у меня 15%. Затем сюда же чайную ложечку пищевой соды. Соду можно заменить разрыхлителем. Немножко ванилина по вкусу своему. На кончике чайной ложечки. И снова эту массу. Все до однородности. Хорошо? Хорошо. Сметана у меня теплая, комнатной температуры. Если сильно холодная, из холодильника можно в микроволновке чуть-чуть подогреть. Все хорошо взбалтываем, чтобы сахар, сода еще лучше растворились и заработали. Теперь в жидкую массу добавляю просеянную муку. У меня здесь 400 граммов муки. В несколько этапов я ее помещаю и перемешиваю тесто. Замешиваю лопаткой. Тесто будет не крутое, не густое. Муке может понадобиться еще. Так что будем посмотреть. В тесто я подмесила еще 100 граммов муки. Общее количество на замес этого теста 500 граммов муки. Здесь еще немножко. 100 граммов отмерила. Сюда вот насыпаю. Потому что тесто не густое. Видите, какая консистенция липучая к рукам. Теперь его вот сюда все высыпаем. Высыпаем, выкладываем. На вкус тесто очень-очень вкусное. Так чуть-чуть попробовала. И в муке немножко собираем, чтобы оно не такое сильно липкое было. Ну и тяжелое. Муку сильно не вмешиваю в тесто. А так, чтобы слегка. Оно будет нежненькое, мягенькое. Главное, чтобы сильно не прилипало. И вот когда мешаешь, оно прям такое хорошее-хорошее, легенькое. Такое тесто получается. Я муку не вмешиваю сильно в тесто. А так, чтобы оно как бы немного такое было более собранное. Но липучее все равно. Вот так вот не надо сильно вымешивать. Теперь вот такое вот получается. Чтобы не так слишком липло, все время присыпаем мукой. Вот так не вымешиваю. Если вот так вымешивать, оно будет липучее. Теперь сюда вот хорошо подсыпаю муки. Видите, как оно прям само распластывается сверху чуть-чуть. Скалкой не раскатываю, просто так руками. Потому что оно мягенькое. Толщина, ну я не знаю, примерно делаю сколько. Вот такая будет толщина. Стакан обычный беру и вот так прокручиваем. Все на глазочек. И сюда прянички складываем. Можно, в принципе, кусочками отрывать одинаковыми. Ну, мне вот так удобнее. Вот эти остатки потом опять в муке немножко обвалять и сформировать лепешечку. И дальше раскатывать. В общем, вот по такому принципу. Остаточки остались. Беру заново разравниваю прям руками. Если нужно, чуть-чуть подприсыпала. Вот толщина вот такая примерно. Не на глазок, если. Противень заполнен. Несколько штучек остается. У меня, видите, коврик силиконовый не полностью покрывает противень. Поэтому вот так. Духовка предварительно разогревается при 180 градусах. Так, это мы допечем. Все, теперь отправляю в духовочку. Режим вверх-вниз. Серединка минут 15. Так, вынимаю 15 минут. 18, если быть предельно точной. Смотрите, какие подрумянины. Снизу, сверху. Когда они горячие, любая выпечка мягкая, примягкая. Надо, чтобы прянички полностью остыли. Я сейчас их уберу в другое место. У меня еще, вот видите, здесь 4 штучки осталось. Я их сейчас допеку. Пока пряники будут остывать, делаю глазурь. Беру 200 граммов сахарной пудры. Вот такая пачечка. Ну, пачки разные. Здесь 250. 200 пока отмерила, достаточно будет. И где-то грамм 40 молока холодного. Перемешиваю. Если надо, молока чуть побольше добавлю. В общем, сейчас доведут до такой жиденькой консистенции. Глазурь у меня вот такая получается. В общем, я больше молока не добавляла, как 40 граммов. Налила и все. Пряники вот эти полностью остыли. Теперь я сюда их помещаю в глазурь. Можно руками перемешивать. Все это дело. Чтобы прянички были все покрыты глазурью. А прям так, не стесняемся. И все. Раз, раз и все. Потому что она стекает. Чтобы они все были обмазаны. Глазурь дает мягкость пряникам потом, когда она покрыта. Тоже все прянички засыхают с глазурью. Здоровские получают. Вот это вот отмазали. И тоже на решеточку складываю. В общем, вот так все проделываю по порядку. Получается у меня 28 пряников. И на это количество пряников ушло глазури 250 граммов. И примерно 50 миллилитров молока. Вот так. Потому что я добавила глазури, чтобы полностью прям они были покрыты. Вот. Сейчас глазурь приобретет перламутровый оттенок. Ну что ж, прянички полностью готовы. Глазурь залакировалась. Она не липнет абсолютно к пальчикам. Берешь свободно, кусаешь и замечательно. Вот такие прянички. Посмотрите. Даже вот на пальчиках ничего не остается от глазури. Очень удобно. Здоровска. Никаких заморочек с приготовлением глазури. Давайте какой-нибудь пряник поломаем. Вот с обратной стороны тоже такой слой глазури. И тут прянички внутри очень мягенькие, вкусные, в меру сладкие, не переслащенные. Глазурь дополнительно дает сладость пряникам. Поэтому больше я сахара не добавляю. Смотрите, какие они мягенькие. И очень пористые. Прям вообще вкусненькие. Вот такая красота. Можно положить в контейнер, в мешочек целлофановый для хранения, если много приготовили. Вот и все. Такой замечательный, вкусный рецепт чаю. Готовьте. Желаю самого доброго, настроения прекрасного. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok